В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Развитие дорожно-транспортной сети и городских территорий. Глава администрации представил программу развития паломническо-туристического кластера Арзамас Дивеева-Саров. Правильно принять и передать радиопрограмму. В ядерном центре прошли соревнования нештатных связистов. На пути к звездам. 12 апреля Международный день космонавтики. Далее расскажем обо всем подробно. 28 марта Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства России о развитии паломническо-туристического кластера Арзамас Дивеева-Саров. Этот документ значительным образом повлияет на наш город и определит его развитие на ближайшие 2,5 года. Источник финансирования программы – федеральный бюджет. Подробнее о распоряжении правительства глава администрации Алексей Голубев рассказал на встрече с журналистами. Объем финансирования программы развития паломническо-туристического кластера Арзамас Дивеева-Саров – 2 миллиарда рублей из федерального бюджета. Важные условия выделения средств – своевременное предоставление проектно-сметной документации. Разработать все необходимые документы и получить заключение экспертиз необходимо до сентября этого года. Наши с вами мероприятия, они получают фактически статус национального проекта. Будут контролироваться по всей строгости закона. И те, кто не выполняет строг и качество, строгку будут снимать до самого основания. Проект формирования паломническо-туристического кластера подразумевает значительное развитие дорожно-транспортной сети. Строительство объездных путей в районе Арзамаса и Дивеева позволит саровчанам заметно сократить время в пути до Нижнего Новгорода. Еще одно направление, которое здесь тоже есть, это дорога на Муром. Она тоже записана в этом распоряжении. Если ее сделают, а там средства выделены, то тогда у нас появится более короткий маршрут в сторону Москвы на автотранспорте. На строительство автомобильной дороги в объезд Дальний и Ближний пустынок заложено 218 миллионов. Также в списке мероприятий по развитию паломническо-туристического кластера, строительство дороги до нового здания детской поликлиники, реконструкция объекта очистных сооружений, ливневой канализации, носилки на Бессарабинка. Отдельный пункт посвящен благоустройству территорий общего пользования. На него планируют потратить 313 миллионов. Зона отдыха Яблоневый сад, вот улица Жасминовая, Вишневая, Яблоневая. Пойма реки Сатис в районе лыжной базы 100 миллионов рублей. Детский парк по улице Сосина 37 миллионов рублей. Набережная реки Сатис от Маслихинского моста до моста строителя Захарова 100 миллионов рублей. Работа над большим проектом, который подразумевает развитие городской инфраструктуры и общественных пространств. По словам Алексея Голубева, никак не скажется на режиме секретности и функционирования градообразующего предприятия. Нигде ни у кого в рамках этого большого проекта не возникало мысли открытия Сарова и превращение его в центр паломничества и туризма. То есть этот вопрос не стоит на повестке дня. И количество приезжающих Саров в связи с реализацией проекта, оно не изменится. Срок завершения реализации программы развития паломническо-туристического кластера 2021 год. Подготовка сотрудников к действиям при возможных аварийных ситуациях – это одно из важных направлений деятельности отдела гражданской обороны и чрезвычайной ситуации в НЕВ. Ежегодно по нескольким направлениям проводятся обучение, тренировки, тактико-специальные и комплексные учения. В рамках первого этапа обучения по вопросам гражданской обороны в Ядерном центре прошли соревнования нештатных команд связи. Повторяю, и кратко – Олег, Анатолий и Федор. Антон Агудин громко и четко проговаривает слова, чтобы коллега по команде, который принимает закодированную информацию, поставил в бланке нужную букву. От того, насколько внятно мужчина произнесет слово, зависит скорость выполнения задания и правильность передачи радиограммы. Я ее сначала принимал от коллеги, а потом ее обратно ему передавал. У него было два бланка, у меня один. Соответственно, если на каком-то этапе мы напутали, получается, как в сломанном телефоне. Он мне неправильно передал, я ему обратно ее вернул неправильно. Соревнования нештатных команд связистов подразделения Ядерного центра проходят в два этапа. В практической части конкурсанты демонстрировали свои умения пользоваться радиостанциями. В теоретической отвечали на вопросы различного характера по знанию радиотехники и способах ее применения в чрезвычайных ситуациях. На этом этапе команде из Нижнего Новгорода пришлось вспоминать школьную и институтскую программу и применять жизненный опыт. Каких-то глобальных сложностей на самом деле не возникло. Было тяжело с теорией. С теорией, потому что не было изначально у нас этого текста подготовиться. Мы приехали и сразу, как вы говорите, кинулись в бой. Если бы было хотя бы у нас теоретические данные изначально, было бы попроще. Различные соревнования, тренировки и учения – это важная часть подготовки работников Ядерного центра к действиям при чрезвычайных и аварийных ситуациях. Отдел ГОИЧС ежегодно организует состязания команд связи, постов радиационно-химического наблюдения и санитарных постов. Участники соревнований, они являются звеньями своих нештатных районных подразделений, которые уже потом мы привлекаем на всевозможные мероприятия. Ну, там, научение, ликвидацию чрезвычайных ситуаций. В этом году в соревнованиях участвовали 24 команды. В состав входили работники различных подразделений Ядерного центра, которые в своей профессиональной деятельности не сталкиваются с практическим применением радиостанций. Рабочие, мастера цехов, научные сотрудники и руководители отделений – все они добровольно взяли на себя ответственность быть нештатными связистами и помогать людям в чрезвычайной ситуации. С 17 по 26 апреля на территории Нижегородской области пройдет первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России». Главная цель операции – предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и выявление фактов вовлечения подростков в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств. В школах города будет организована разъяснительная работа с детьми и их родителями о вреде употребления наркотиков и уголовной ответственности за их незаконный оборот. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Со следующей недели начнет работу Всероссийская горячая линия по вакцинации. В Нижегородской области на вопросы будут отвечать специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Они расскажут о том, какие прививки граждане могут сделать бесплатно, куда для этого необходимо обращаться и с какими последствиями можно столкнуться в случае отказа от вакцинации. Звонки будут принимать по номеру 8 800 555 49 43. Кинозал Городской художественной галереи приглашает саровчан на примеры документального фильма «Вермиер и музыка». Это видеоэкскурсия в жизни творчества одного из представителей Золотого века голландского искусства – живописца Яна Вермиера. Именно его кисти принадлежит знаменитая картина «Девушка с жемчужной сережкой». Показ очередного фильма из цикла «Арт-лекторий в кино» состоится 18 апреля. Начало в 6 часов вечера. Билеты в кассе галереи. 19 апреля в Молодежном центре пройдет фестиваль «Калейдоскоп». В программе мастер-классы по прикладному творчеству и отчетный концерт детских коллективов в центре внешкольной работы. Фестиваль начнется в 17.30. Вход свободный. Полет Юрия Гагарина вокруг Земли – знаменательное событие не только для нашей страны, но и для всего человечества. Он позволил не просто мечтать о космосе, а осуществлять полеты в безвоздушном пространстве. 12 апреля, Международный день космонавтики, в российских школах проводится гагаринский урок «Космос – это мы». В этот день педагоги рассказывают детям о жизни летчиков-космонавтов СССР и России. В лицее номер 3 подготовкой гагаринского урока занимались активисты пионерской дружины имени Германа Титова. Ребята подошли к делу творчески и организовали для учеников 5-7 классов фестиваль «От звезды к звезде». Вначале представители каждого класса показали, насколько хорошо они ориентируются в вопросах истории космонавтики. Затем лицеисты спели известные советские песни о космосе. По мнению организаторов, такие праздники, как День космонавтики, до сих пор актуальны. Это величайший подвиг нашей страны, это величайший прорыв, и мы должны этим гордиться, как истинные патриоты и как истинные пионеры. Гагаринский урок – это не только воспоминания о прошлом. В этот день много говорят о планах на будущее, о развитии отечественной космической отрасли. Подобные занятия помогают детям задуматься о выборе жизненного пути. К другим новостям. 11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В этот день традиционно проходят различные памятные мероприятия – встречи бывших узников, поминовения погибших, поклонения их памяти. В Центре социального обслуживания состоялась встреча руководителей города с ветеранами, на чью долю выпало жестокое испытание – оказаться в детстве в фашистских застенках. Чтобы никогда не было войны – это самое главное желание Антонины Ивановой. В 1943 году ребенком вместе со своими братьями, дедушкой и бабушкой, она попала в концлагерь Ли и Пае на уничтожение. В 1944 году лагерь разбомбили, и Антонине Васильевне с семьей удалось бежать. В нашей части уже наступали. Линия фронта была, нас погрузили на телегу, дали лошадь сопровождающих солдат. Как и нас быстрее, быстрее, бегом, бегом. Говорят, здесь будет передовая, сейчас бой будет, бой будет. И нас увозили побыстрее. Сегодня в Сарове живут 26 бывших узников концлагерей – свидетелей тех страшных событий. Они пережили разрушение, голод, потерю близких. Каждый день эти люди встречались со смертью лицом к лицу и сумели выжить. Однако память о том времени навсегда останется с ними. Мы не можем слушать даже эту немецкую речь. И все вот эти ужасы, это очень больно нам. Мы все время плакали, тяжело нам было даже общаться. Каждый год 11 апреля руководство города организует встречу для узников фашистских концлагерей. В этот день ветераны вспоминают об изломанном войной детстве и о своей нелегкой судьбе. У вас мы видим пример. Пример мужества, пример героизма. И одно из самых главных, за что мы вам благодарны и низкий поклон, за то, что вы сегодня, сегодня подаете пример, особенно молодежи. Это очень важно. Свои творческие номера ветеранам представили дети из вокальных коллективов города. Также бывшие узники получили цветы и памятные подарки от администрации. Тех, кто по состоянию здоровья на встрече присутствовать не смог, поздравят на дому. Не опоздайте с добротой. В школе номер 5 прошел открытый урок для учеников третьего класса. Литературно-творческий проект представил сотрудник школьной библиотеки. В формате интерактивного занятия дети обсудили темы гуманности, отзывчивости и сочувствия. Подробности в следующем репортаже. «Где добро, там свет. А как иначе? Жизнь без милосердия пуста». Что такое доброта, как проявляется сострадание и что значит милосердие? О простых и вечных понятиях шла речь на открытом уроке. Третьеклассники активно включились в работу и поднимали руки, чтобы высказать мнение и привести пример теплых слов и поступков. «Я люблю помочь отцом». Наталья Ломова не в первый раз проводит такие литературные встречи в начальных классах. Ее творческие проекты направлены не только на пробуждение у детей интереса к чтению, но и на воспитание в них высоких моральных качеств. «Темы бывают разные. В том году у нас была игра, посвященная Дню поэзии. В этом году для разговора мы выбрали вот такую вот серьезную тему. О добре, об уважении к старшим, об отношении молодежи к пожилым людям». Наталья Ломова давно доказала, что работа библиотекаря не ограничивается выдачей книг. Женщина старается привить детям любовь к чтению через различные творческие занятия. И это всегда глубокая работа с произведением на различных уровнях, от языкового анализа до смыслового восприятия. Коллеги всегда стараются посетить ее открытые занятия в формате литературно-творческих проектов. «Они у нее никогда не бывают скучными и какими-то просто для галки. Они всегда эмоционально и вызывают отклик у любого зрителя, у любого читателя». Кто-то из коллег стал уже постоянным участником открытых уроков. Некоторые пришли впервые и взяли на заметку необычный формат литературных занятий с детьми. «Так как я библиотекаря коррекционной школы, мне бы хотелось посмотреть, как в общеобразовательной школе проводятся такие мероприятия, взять какие-то элементы для себя и провести похожие мероприятия со своими ребятами». Тему открытого занятия «Не опоздайте с добротой» рассматривали на примере рассказа Валентины Осеевой «Бабка». Это позволило каждому ребенку, как через призму, взглянуть на свое отношение к бабушкам и дедушкам и задуматься о доброте, сострадании и милосердии. Сразу после выпуска новостей смотрите наш спецпроект «Лица Победы». Из первых уст выслышите истории тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Степан Степанович Дуплей в 1942 году стал узником вот только не концлагеря. Он стал личным рабом фашистов. Первый хозяин меня бил. Если вот я что-то не так, что-то он бил. Бил, чем попало. Что в руках грабли, граблями, в сельском хозяйстве. Вот, вилы, вилами. Ну, не так что. Вот. И я от него бежал. Но далеко убежать Степану Степановичу в тот раз так и не удалось. Во второй раз бежать из плена пытались целые группы, но их вновь поймали. После чего заключенных отдали новым хозяевам. Только с третьей попытки Степану Степановичу удалось сбежать от фашистов раз и навсегда. Я убежал к своим. Встретил разведчиков. Они меня за свое приняли. Ну, кое-что обмундирование. И я с ними некоторое время находился. В разведку ходил, воевал. После пришел приказ всем освобожденным от фашистского плена выдать оружие обмундирования и отправить на фронт. Степан Степанович рассказывает, что стрелять из винтовки и автомата и бросать гранаты ему пришлось научиться за один день. Дают. Три патрона. Мало. Вот. Вот три патрона. Рассказывает. Это вот автоматический перевод. Это единичная стрельба. Попробовал. Гранату каждому не давали. Инструктор показывает, как чеку выдернуть и как бросать. Степана Степановича и его товарищей отправили на фронт. Мужчина неоднократно помогал своим соратникам, вытаскивал их из окопов, оказывал первую медицинскую помощь и доставлял до госпиталя. Ну, и за время военных действий в разведке я трех человек в плен взял. Немцев. Вот. Все это у меня записано в наградном листе. Меня наградили орденом славы. Даже после войны Степан Степанович продолжил служить на благо Родины. Из-за своей жизни он успел побывать во многих странах и городах. Приходилось выживать в суровых условиях, но он справился и сегодня на его пиджаке не только орден славы третьей степени, но и другие весомые награды.